Здесь рождается будущее пространство нового измерения музыкально-драматического театра Ивантиевки. Зрители увидят историю, которая заставит глубоко задуматься. Подобной многослойности смыслов, аллюзий и нарративов на сцене Центра культуры и искусств имени Кекушева ещё не было. Ну, раз вы такой паинька, предоставляю вам право выбора, в каком направлении будем двигаться. В основе премьеры, которую сейчас готовят отчасти спорная, отчасти философская, отчасти фэнтезийная пьеса драматурга Виктора Панизова «Озъездь тварь». Действие разворачивается в чистилище, где каждый сам для себя пытается понять, есть ли абсолютное добро и абсолютное зло, очистится и покается. В этой пьесе как раз ставятся вопросы. Почему возникает этот вопрос? Покаяние. Это вечная тема, покаяние. И если ты раскаиваешься, то тогда тебя принимают и определяют, извините меня, по девяти этажам выше, 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 и ты можешь попасть в рай. Ну, я думаю, что эта тема интересна тем, что она просто обращает людей к своим жизненным ситуациям и к своим вопросам и ответам. Смыслы пронизывают постановку. Декорации погружают в средневековую готическую атмосферу. На их фоне ярче проявляются персонажи, их вопросы, поступки, их души. В спектакле задействованы три актёра. Именно в этом треугольнике заключена рефлексия извечных вопросов. Здесь есть связь даже с психологией. Известным треугольником взаимоотношений между людьми, где один и тот же человек может быть агрессором, спасателем или жертвой. Тут моральный вопрос, придётся ли платить потом, будет ли какая-то расплата за наши деяния на земле. Я считаю, что это очень актуальная на сегодня тема, когда люди теряют моральные ориентиры, люди утрачивают культурные, исторические ценности. То, на чём всегда базируется нация. И вопросы, поднимаемые в этом спектакле, они близки каждому, потому что это общечеловеческие вопросы. Тема-то, она всё равно говорит о нас, как о божьих тварях. Поэтому здесь никакого страшных вещей, никаких тут нет. Тут есть горечь, есть сострадание, есть понимание. Но вот чернухи в том понятии, как иногда говорят, ой, такую чернуху. Нет, это не чернуха. Это совершенно не чернуха. Это психологическая настоящая такая драма. Здесь нету белых и чёрных, плохих и хороших. Жанр постановки определили как притчу, актуальность которой выражается в самой сути человека разумного и сомневающегося. Ведь каждый день, час и миг люди совершают поступки. Насколько они праведны и необходимы. По задумке режиссёра-постановщика, этот спектакль должен проложить тропинку от конфликта на сцене к внутреннему конфликту зрителя. В этой пьесе нет места равнодушию. Ты раньше говорил, эй, ОВБГ, подай секатор. Это было более требовательное и более, ну, я не знаю, с другим отношением. Наша задача сказать каждому нашему гостю, что это про тебя. Это ты такой же. Они-то там герои, а ты здесь. У тебя не так много времени. Жизнь – это миг. Успей исправить свои ошибки. Не ври себе. Вот чтобы люди выходили и задавались и такие вопросы. Премьера инфернальной притчи «Азъездь, тварь» состоится 8 апреля в 19 часов и 9 апреля в 17 часов на сцене Центра культуры и искусств имени Кекушева в Ивантеевке. Времени-то много, впереди целая вечность. Людмила Ермакова, Юлия Постриганёва, Сергей Денисов, Александр Корнеев, Анна Белова, Мария Головачёва. Новости Большого округа.